Всем привет, это FreeStudio20.com. Перед нами продолжение темы Food Photography. Это вот в Gateway B2 Plus, в рабочей тетради, страница 60-я. Я уже читала этот текст, который вот здесь справа. Ссылка на текст стоит в описании видео, так что можно пройти по ссылочке, послушать, посмотреть, что это такое, о чем идет речь. Сейчас меня интересуют разговорные маленькие такие монологи. Это упражнение первое и, наверное, еще упражнение пятое. Ибо здесь нужно, скажем так, не просто ответить на вопрос, но нужно составить некий монолог, коротенький, но довольно-таки информативный он, наверное, должен быть, я так думаю, во всяком случае. Ну и написать свои какие-то мысли и все такое. Это все по теме Food Photography, и я хотела бы это сделать. Значит, вопрос звучит наш так. Look at the pictures of food used to advertise products. Ясно, посмотрели на картинки. What do you think the photographer needed to do to the food to make it look good enough for an advertisement? Что, как вы думаете, фотографу нужно было сделать с едой, чтобы сделать ее выглядящей достаточно хорошо для рекламы? На первый взгляд, вопрос достаточно дурацкий, потому что текст целый был этому посвящен. Но, друзья мои, обратите внимание, я просто ставлю телегу перед лошадью. Мне надо было бы сначала сделать это первое упражнение, поразмышлять на эту тему, а потом уже читать текст. Но я сначала прочла текст, а теперь собираюсь отвечать на вопрос, который, по сути, вводной в тему. Здесь нужно проявить свою сообразительность. И не читая текста, не зная всех этих, так сказать, нюансов рекламной деятельности, нужно свои какие-то догадки выстроить и так далее и тому подобное. Но я, наверное, буду частично строить свои догадки, как будто бы я не видела в глаза этого текста. Но, кроме того, меня не так интересует содержание самого моего вопроса, моего, точнее, ответа, как меня интересует грамматика и стиль изложения, ну и так далее, и так далее, слова там и так далее. Итак, во-первых, сразу же, поскольку у меня ответ сложный, ну или, скажем так, не то, чтобы он сложный, но, будем говорить, он состоит более, наверное, чем из трех предложений. Мне нужно его структурировать. Для этого используются подобные слова, как firstly, потом then, там secondly, сначала secondly, потом then, естественно, там далее finally, вот таким образом. То есть это позволяет мои мысли как-то упорядочить. Сначала то, потом это, потом еще то и, наконец, вот это. Вот таким образом. В начале каждого предложения, допустим, у вас четыре предложения будет в вашем ответе, вы себе в первом предложении поставили firstly, второе начали secondly, третье then, четвертое finally. Можно использовать такое last, but not least, допустим, если вы под конец приберегли какой-то коронный аргумент, который очень важен, вот еще такое можно сказать, ну и так далее, и так далее. Этих фраз достаточно много. Далее. Стиль здесь должен быть, ну не то чтобы официальным, но он должен быть нейтральным. Неформальные фразы и жаргон желательно не употреблять. Поэтому я буду говорить нейтрально, употреблять грамматику какую-то средней сложности, ну и посмотрим, что у меня получится. Итак, посмотрели на картинке. What do you think the photographer needed, обратите внимание, прошедшее время, needed to do to the food? Ага. Что он собирался, что ему нужно было сделать с едой? Я, поскольку я немного фотограф, то я, наверное, начну не так с еды, как с фотографии. И, наверное, так. Firstly, допустим, я понятия не имею, что там надо дезодорантом прыгать или что-то в этом духе, поэтому я в своей наивности говорю так, firstly, я ставлю запятую сразу же, и мне, как фотографу, надо в первую очередь принять во внимание элементарные вещи, там свет, позицию, там и так далее, и так далее. Я так и делаю. Firstly, here, то есть the photographer, мне ли я его писать, needed, я начинаю отвечать точно так же, как в моем вопросе. Это, кстати, очень хороший тоже ход. Если, допустим, вы не знаете, какими словами воспользоваться, посмотрите на свой вопрос. В вопросах всегда есть подсказка. He needed to consider, принять во внимание, ему нужно было принять во внимание, to consider the light amount, объем освещения или света, грубо говоря, the light amount, amount, так, и, соответственно, настроить камеру. And set the camera, set the camera, вот так вот, accordingly, соответственно. Вот таким образом. Далее. Что дальше? Дальше я сделаю небольшой комментарий и скажу, что, ну, еду важно правильно разместить. Как-то так вот. It is. It is. Я бы поставила слово vitally, жизненно важно. Vitally important. Important. Я поставлю, наверное, перед этим еще и слово besides. Кроме того. Besides. It is vitally important. Кроме того, жизненно необходимо. Далее. To place the product. Разместить продукт. Меня сейчас это в основном интересует. To place the product. Вот так вот. Или dish, можно было бы еще сказать. Если мне не нравится слово product, можно сказать dish. Так. To place the product. Как его разместить? Ну, наверное, соответственно. Properly. Можно было right написать. Ну, я не хочу слово right. Properly. And. В продолжении. И, наверное, еще обустроить, так сказать, внешнюю среду. Ну, среду, в которой этот продукт находится. And arrange. Бесподобное слово. Arrange. Значит, arrange the setting. The setting. Вот. Окружающую обстановку. Здесь я, наверное, немножечко уточню. Как это сделать? Можно поставить запятой и поставить for example. Но я не хочу for example. Во-первых, это длинно. Во-вторых, это банально. Я example и grazie сделаю. Как во взрослых всяких статьях. Но читать это все равно будет for example. Значит, какой setting? A table. Там стол, на котором это все будет стоять. A plate. Там plates. Допустим, множественное число поставим. Plates. Что там еще? Napkins. Napkins. Салфетки там какие-то. And, наверное, other items. Можно было бы etc. поставить. Но у меня здесь сокращение. Здесь сокращение. Не очень красиво. Поэтому etc. я уберу. И напишу and other items и другие элементы или другие предметы. Items. Можно было things поставить или objects. Но я не хочу. Я хочу красиво. Значит, around the subject. То есть, субъект или объект, наверное, было бы лучше. The object. Да, пожалуй, object, наверное, лучше. Я поставлю object. The object. И дальше добавлю shot. Снимаемый. То есть, объект, который снимается. Which is shot. Можно так. Но зачем так длинно, когда есть пастпад? Далее. Далее. Secondly. Наконец-то. Secondly. Secondly. I think. Я думаю. Или I believe. Можно поставить. Я не хочу think. Это такое дело. Значит, что ему нужно было сделать. Ему пришлось бы сделать много снимков. Дабы выбрать потом лучший. He had. I believe he had. Had to. Ему пришлось. To take a lot of shots. To take a lot. Или quite a lot, наверное, даже. Quite. Довольно-таки много. Вот так вот. Довольно-таки много. Quite a lot of shots. Слово «shot» – это снимок. Далее. Quite a lot of shots. И я, наверное, добавлю. From different positions. С разных позиций. From different positions. Это не совсем речь идет, конечно, о еде. Это больше о фотографии. Но, допустим, вот меня занесло туда. Значит, и, наверное, and with different camera settings. Вот таким образом. Обратите внимание, что слово settings у меня употребляется в двух случаях и в разных значениях. Первое setting у меня было – это окружающая обстановка. Второе значение – это настройки камеры. Так, здесь можно было бы поставить точку. Но я, наверное, не буду ставить точку. Здесь ничего не будет. И продолжу. So as. Чтобы. To choose. So as можно было бы не писать. Можно было бы сразу choose поставить. Но я не хочу. Я хочу красиво. The best ones. Самые лучшие настройки. Вот так вот. Чтобы выбрать потом самые лучшие. Теперь мне надо как-то закончить свою мысль. Уж больно длинно у меня получается. И last but not least. Я не хочу ставить finally. Это неинтересно. Я поставлю last but not least. And. Нет, and не буду ставить. Last but not least. Это придаст моему повествованию живости какой-то. Запятая. The food. The food. Had to be. Еда должна быть какой? Ну, свежей же, наверное. Freshly cooked. Freshly cooked. And. И здесь я сделаю passive voice еще. Значит, еда должна была быть свежеприготовлена. И он должен был бы работать быстро. Ну, дабы оно не испортилось. Там мало ли, что-то такое не остыло. And the photographer had to work fast. To work quite fast. Довольно-таки быстро. Quite fast. Вот таким образом. Такое вот у меня получается повествование. Итак, я постаралась его структурировать и начинать каждое предложение с какого-то вступительного слова. У меня более-менее вроде бы получилось. Первое у меня firstly, потом у меня besides, потом у меня more всего сказано. А потом, значит, потом у меня secondly стоит. Вот оно. И last but not least. Вот таким образом. Из грамматики у меня получилось употреблять модальные глаголы. Там had to у меня было, needed было. Кроме того, у меня было море инфинитивов. У меня было достаточно, по-моему, два или три пассива по дороге. Я сейчас их не найду. Но в последнем предложении точно есть. Вот оно. Это пассивный инфинитив. To be fresh cooked. И had to. Модальный глагол. Так, ага. Ну, здесь только fresh cooked. Sorry. Больше ничего нет. Скорее всего, что там еще где-то было перед этим. Но я сейчас не хочу его искать больно длинно. Как бы там ни было. Когда у вас ситуация, и вам надо говорить устный монолог, обычно людей учат так, что вот вы сдаете экзамен, говорите побольше. Чем больше, тем лучше, пока вас не остановят. На самом деле в реальной жизни, друзья мои, немножко все иначе. Если вы говорите в реальной жизни, здесь краткость сестра таланта. С другой стороны, это не дает вам право говорить короткими, рубленными, некрасивыми предложениями. Просто, как пятиклассники. И это делает вашу речь немного примитивной. Поэтому нужно, с одной стороны, сочетать несочетаемое. Сочетать длинные, красивые, сложные предложения. А с другой стороны, быть по возможности не очень многословным. Ибо многословие, ну, в общем, многословие это не есть хорошо. Как бы там ни было, в своем повествовании я немного, наверное, переборщила с объемом. Можно было бы, наверное, чего-то убрать. Например, нюансы там, вот эти вот уточнения. Тут дело такое. Но я не хочу их убирать, потому что речь вообще-то идет о еде, а не о фотографии больше. А я больше упора сделала на фотографию. Поэтому я мотивирую этим и ничего не хочу убирать. Хотя, если подумать, то, наверное, можно было бы чего-то из моего монолога и выбросить. Скриншот этого всего художества будет у меня на сайте. Ссылка на текст и ссылка на скриншот в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.